Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Фессалайгисам, святого апостола Павла, 2 глава, 13 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братьям, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению. 14 стих. Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Толкованием. Чтобы услышав о вере, они не превозносились, как сами, привнесшие нечто. Дает разуметь, что и это от Бога. Которому и призвал, говорит. Для чего? Чтобы спастись освящением и верой. Так что хотя бы уверовали. Но это есть благодать призвавшего. С большой буквы. Ибо если бы Он, Бог, не призвал вас благовествованием нашим, апостольским, то как бы вы услышали? Немаловажно и то, если Христос ваше спасение признает Своей славой. Ибо слава человеколюбца, с большой буквы, в том, чтобы много было спасающихся. И кто не поревнует о славе Его, то есть о своем спасении. 2 Фессалоникийцам 2.15 Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Отсюда ясно, что многое и без писем, через слово, то есть живым языком, а не только через послание, апостолу передавали. Между тем, и то, и другое равно достоверно. Поэтому и мы должны признавать достоверным и церковное предание. Есть предание, больше и не ищи ничего. Здесь апостол показывает так же, что много колеблющихся в вере. Вот толкователь нам говорит, что писание и предание равно достоверны. То есть надо верить и тому, и другому. Писание это можно проверить, что оно неизменно. Брать там первые века. А предание-то оно, как его извините, оно же не писанное. Устно передавалось. Устно передавалось. Где оно сохранилось? И вот. Когда говорит он о Писании, что он имеет в виду Писанию? Писание только ветхие за это или новое? Тут и это-то еще непонятно. Но он говорит в 11 веке, легко догадаться, что говорит о всей Библии вместе. 11 век. Тогда это предание, это именно записанное, не устное. А когда говорит в 1 веке, то предание называет то, что апостолы устно передали, но не записано. Потом оно станет это предание описанием. Тут надо все знать, о чем речь идет. Да, то есть были послания, он говорит, то есть живым языком, то есть живым языком не записанным. А были послания, которые письмом записаны. И живым языком называется предание. Письмо это вот сейчас стало уже писанием. А сегодня еще есть и предание в письменной форме. То есть они как-то их восстановили. Что и называется это преданием. Есть такое? Ну, конечно. В предании мы научены совершать крестное ознамение. А где это? Писание этого нет. Сектанты этого не понимают. А православное, когда считает им, держитесь предание нашего. Там говорится не о том предании. А то, что Павел устно передал незаписанное. А передал не другое, чем это. Почему? Он говорит, если бы мы пришли, кто был в Веселе, то это будет анафема. Что предание? Анафему разве? Сам предавал. Конечно нет. А сегодня под предание идет все. И жития святых. И видения какие были. И что там говорили. Сколько, неизвестно. Я так, посадишь, я не мог узнать. Вот Библия начинает. Вначале было... Слово. Не слово, говорит. Вначале сотворил Бог небо и землю. В-буква. Последний мягкий знак. Аминь. Вот здесь не добавить, не убавить. Я даю статистику, сколько слов в Библии, сколько запятых. Я долго занимался. И всегда даю. Некоторые даже не слышали про это. А сколько преданий? Кто скажет? Вот у нас посты. У нас посты, получается, если все правильно исполнять, из трех дней два постных в году. А то кто? Монахи придумали. У них, во-первых, никуда энергия не шла. А во-вторых, и есть-то ничего было. И поэтому им это рыба, масло. Это такой деликатес был. А кто живет сегодня где-то на островах и рыба одна только есть. Но тут нужно сказать, подходили-то они как с расчетом. Вот рыба в Великий пост нельзя. А в Соловецком монастыре можно, устав его говорит, едим суще. То есть не сырую, а только сушеную. Только сушеную. А уже если пришло вербное или благовещение, тут можно живем уже. Рыбу брать. В вареную смысле? Ну, то есть они-то через желудок доставали человека до сознания. Пропыды не было. Наш отец Евгангелия не знал. Но знал, после день он не будет есть. Никогда не. Чтобы он отец сказал, почему он так научен был. И мы это получили от родителей. Чтобы нарушать пост. Вот как от груди ребенок отца, чтобы все со взрослыми постисти. Детей больных не было. Люди-то болеют не от того, что они постятся, а от того, что переедают. Это наоборот. От Библии с ума сходят. Когда читают. Библия на ум ставит, со своего ума сходит. А погибает от своего ума как раз. Тут надо еще разобрать. И когда он говорит предание, я мысленно... Он не говорит, какое предание. Когда Господь говорил, исследуйте Писание, 5.39 Евангелия Тиана, в это время ни одной буквы Нового Завета не было написано. О чем он говорил, Христос? Но если Нового Завета не было, остается ветхий. И Христос, когда доказывал воскресение, считаем мы 24 глава Евангелия от Луки, то он им доказывал. Шел из закона, пророков и псалмов. Христос не мог сослаться на Новый Завет. Его не было. И когда дьявол подошел, он три места Писанием отбивает его, и все места берет на законе, там исход, где написано. Все. А он давай дьявол, живые помощи читать. А люди живые помощи-то считают, чтобы его сатана не трогал. А он сам их считает. Бросьте, тебе на руках понесут ангелы. Он 90-й псалом считает. Вот. Тут надо все расставить на место. Ничего не выдумывать. Вот на неделе появился ролик, одна меня скинула на него кто-то. И там священник. Почему женщины должны в храме носить платок? Так называется. Звать его Константин. Я его называть не хотел, но он вылез так. И я все посмотрел. Первое, я подумал, не священник. Вернулся назад, ну гляжу, гладкий такой, сытый священник. Далее говорит, и все чем-то оправдывает, оправдывает. Видно, что семинарию кончал. Видно, что у него голова все забита буквально. Написано, если ангелы, говорит, зря, женщина не носит платок, это, говорит, идет ангел и слышит. Для ангелов. Блаженный Фифилат говорит, до неба. Златоуд говорит, до ангелов. А он говорит, до демонов. Я понял, что это не человек. Чуть-то наоборот. Да, он все перевернул вот так. И как это? Чтобы постыжать демонов, их не постыдишь. Чтобы не навести их на грех, нельзя. Что демоны за нас отчет дает Бог. То есть и по смыслу нет. Да тем более у нас везде написано большой буквы. А он стоит и плетет. А вот знаете, а то он оправдывает, чтобы без платочка были. У него и брюки какие угодно. Это ничего не значит. Почему? Это деньги. Вы не думайте, что вот она зашла, женщина одна, она и другой скажет, тут батюшка хороший, он ничего не требует. И она пришла, она гоголем ходит, берет, покупает, подала деньги, опять получила, мертвого отпела. Это все деньги, это бизнес. Да она придет и свечи купит. Ему-то зачем терять эту заработную плату-то с них? Он не сак берет. А теперь ввели наши правила, как у нас в общине, что ее в брюхах не запустят. У него никого не будет. И он говорит, а вот в Греции обычай. Вот идут они, бабушки, в платочках, как к храму подходят, платочки снимают, сумочку, чтобы быть без платков в храме. То есть у него все вывернуто вот так. Я не знаю, я пока помолчу, но я не знаю, написать в Синод или где. Проверить, священник это или нет. Балаболец стоит. А почему? А вот почему. Потому что греки были много веков под владычеством Турции. А там мусульманство. И они все одеты так, чтобы тем женщин досадить. А мы без платков пришли. Вот они и говорят, христиан-то нету, режьте подряд их, это язычники. Они досущались наконец. Это вчера ролик, я этот ролик его просмотрел и написал первое, второе, третье, 12 пунктов. И напротив каждого пункта, первое, почему священник так говорит? И мне вдруг Слово Божие. Теперь кончал ли он семинарию? Вопрос задаю. И ответы Слово Божие. Теперь куда восходит это поражение? И он ничего не знает. А это вот они, чтобы не замужняя она, и на нее там посягательство, так она платок говорит, и наоборот сам себя уже начинает. Я еще раз посмотрел. Михаил Кальмаев выступил, ему сказал, так он как окрысился сразу. Вы что, не понимаете, что я взял это от ученых, и они уже к консенсусу пришли. Какие-то ученые о платках рассуждали, и они там голосовали, и наконец решили, чтобы она была без платка. Вы подкаблучники, юбочники голосовали. Ты посмотри, у Рамзана Хадырова сидят, когда идет там заседание какое-то, там женщины есть, директора школ, ни одной без платка нет, потому что там, наверное, и русские есть. Ни одной. Еще доказывать. В доме сидят, все без платка, да, одной. Все. Поэтому нам трудно разговаривать с мусульманами, кто придерживается благочестивого обычая. Пошел. Второй офис, лаенкицам, Вторая глава, шестнадцатая и семнадцатая стихи. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший утешение вечное и надежду благую, во благодати даутешит ваши сердца, и даутвердит вас во всяком слове и деле благой. Толкование. За увещанием следует молитва, ибо в этом поистине состоит помощь другим. Как бы так, говорит апостол, я сказал, стойте, но все от Бога. Где же те, которые унижают сына, потому что в крещении он называется после отца? Вот здесь напротив, прежде апостол назвал сына, давший утешение вечное. Какое это утешение? Надежду, говорит, на будущее. Она, надежда на будущее и благо, поддерживает наши сердца, колеблющиеся в искушении. Дал ее нам Бог не по заслугам, а по благодати. Это апостол сказал, чтобы смирить их высокомерие. Видишь ли, как путем молитвы он одобряет их сердца, представляя ручательство и знамения помышления Божия о них. Ибо если нисколько не трудящимся он, Господь, даровал утешение, то тем более дарует трудящимся за веру. Таким образом, будьте в полной надежде, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом, то есть посредством всякого доброго дела и слова. Ибо утешение христианина состоит в том, чтобы делать что-либо полезное и угодное Богу. Или да утвердит вас в правых догматах и добрых делах, что бы ни случилось. Таково утешение. Утвержденный в вере и жизни, как бы ни страдал, переносит все мужественно и не совращается. Ибо сохранение правых догматов удостоверяет его в получении будущих благ. А добрая жизнь радует тем, что он страждет не как злодей, а как слуга Божий. Желающие сказать... Нет вопросов? Все вроде понятно. В надежде как? Давай. Нет. Вот здесь мы скажем, что в надежде. Вот что значит в надежде? Я читала недавно. Ты не знаешь, как это объяснить? Что такое надежда? Что такое надежда? Вот тут вот написано. Знаете, вот здесь. Человек. Объясни. Что такое надежда? Ну как это? Объясните. Я тогда объясню это. Знаете, я вам объясню из тех лекций, которые мы получали в университет, когда ходили в институт. И вот Игнатий Тихонович нам рассказывал. Если вас спросят, например, что такое любовь, как вы изобразите вот это? Забота. Любовь мы изобразим. Вот если изобразить. Как? Это сердечко. Мы нарисуем сердечко. Это любовь, значит, обозначить. А если вас спросят, а как изобразить веру? Вот вера, как вы изобразите веру? Мы нарисуем престик. А вот как изобразить надежду? Нет, спаситель и круг. Вот. Якорь. Это якорь. А что значит якорь? Это вот корабль идет, он имеет обязательно носитель. Якорь у него есть. И когда он куда-то пришвартовался, ему надо этот якорь опустить и куда-то вставить. А как вот это у нас якорь в вере? Куда его-то надо закрепить-то? Куда его опустить? Слово Божие. А в Слове Божьем есть основание какое? Слово. И одним словом это выражается любовь. Вот это якорь надежды, это любовь Божия. Мы ничего своей силы мы не можем, а только по любви Божией. Вот эта любовь является и якорем нашим. Любовь Божия. Не наша к нему, а его к нам. Я как-то надеждаю якорь. Да. Ну вот так, как просто у Павла же говорится. Я вам это расскажу. Я вспомнила. Ну, наверное, якорь тут с тем ассоциироваться, что тебя не унесло течением. Конечно. Ты приплыл в пристань, в тихую гавань и бросил якорь. Да. Вот это есть. Но также можно сказать, что если ты тонешь, то спасательный круг, надежды, это спасательный круг, который тебе бросили, Господь тебе бросил. Сейчас он бросил. Да. То есть ты не тонешь, ты спасаешься. Вот этот круг его может понести куда-то? Да, может. Может. А якорь нет? А якорь никуда. Он впился в песок, в этот, в грунт, вот в этот. Впился его уже никуда. И вот у нас, у христиан, именно вот мы впиваемся, это куда? Куда этот якорь наш веру-то эту? Куда зацепить? За любовь Божью. Да, да. Правильно. Я нашел пристань, я здесь остаюсь. Да. Вот это якорь держит нас. Якорь держит. Не дает снести другому течению. Да. Другое место. И дожди пойдут, и будут разрушительные бури, и все. А ты уже впился этим якорем, то есть надеждой. Надежда на что? На спасение. Мы своими силами не можем, а на любовь Божию надежды, что Он по своей любви нас выведет. Любовью своей, не нашей любовью к Нему, а его любовью к нам. Надежда на будущее благо нам говорит. То есть, в здешней жизни нас ожидают скорби, гонения, утешения. И многие колеблются в вере. Ну, зачем меня будут гнать, поносить, плевать, обзывать? Что мне это дает? И он начинает в вере колебаться. А надежда на будущее благо, то есть этот якорь, удерживает его в вере. Пусть я вот перетерплю сегодня, но зато в будущем мне Господь воздан. Но это еще можно добавить, что яхарь бросает тот, и тот, кто стремится, тот, кто впустил эту любовь Божию, имеет уверенность в нее, что она есть, и он держится за этот якорь, за надежду. Конечно, он получил познание уже, то есть он услышал Слово Божие, раз у него вера есть. Бог ответил ему. А мы знаем послание к римлянам, это вера от слова. Вера от слышания. От слышания слова. Да, вера это от слышания, а слышание от Слова Божия. Она на пустом месте не рождается. А Слово Божие нам говорит о любви Божьей. О любви Божьей. Да. Много о любви Божьей говорили вот и всегда ходим же с сектантами. Мы спасены, мы спасены. И вот мы шли с Аллой как-то и остановили нас там это. И она стала беседовать с этим молодым человеком, тоже они с женщиной шли. А она говорит, мы спасены надежде. А я спасен уже. Я у них спасен. Поэтому у них вот это вот акцентирование внимания на вот этим слоем надежда, у них как-то оно отсутствует. А мы спасены. Чего вы хотите-то? Мы уже спасены. У них нет этого. Надежду они выкидывают. А мы вот на этом вот, вот мы вот так вот. А у них они отрицают. Вот представляете, вот какое вот, какое вот разное понимание. Хотя они любят. Они любят. Они между собой как живут. Они как живут вообще исполнять заповеди. А мы уже спасены. Нам-то чего уже. Нам не надо, не причащаться. Мы спасены. Вот этого слова надежда. Самое главное это надежда. А мы спасены надежде. Как сказал апостол Павел. Вот ведь страшно-то. Не то, что мы вот так поняли. А как понимаем еще такие, которые вон сколько уже много людей верующих. И вот именно они считают, что они спасены. Им и не надо им. И хочу добавить, что надежда, что надежда на спасение, она вот именно надежда дает нам побуждение к смирению. То есть смиряемся мы перед Владыкой, потому что мы надеемся. И вот чтобы вписать себя в это, смиряем. А в сектанты, им зачем? Они спасены уже. Ну это уже плоды пошли. Вот это мир, любовь. Это уже плоды. Благодать ибо. Ну причем я тоже на эту тему беседовал в интернете с одним сектантом. Он считает, что если мы надеемся, мы спасены в надежде, то мы маловерные. То есть у нас то ли вы спасетесь, то ли это я-то уже покаялся, я уже не грешу. Значит я спасен. Ну действительно так. То есть. А ты, конечно ты грешник тебе и ты только надеешься, что когда-то ты избавишься от грехов. То есть они так понимают. Ты рожденный свыше. У нас же как в православии-то они считают, грешный, супергрешный это нормально. А у них нет. У них идет борьба со грехом, с любым грехом кроме одного. Еречь, заблуждение. Заблуждение в догматах. А это тоже плоды, плоти, плоды любви. Умышленное извращение священного писания. А если оно неправильно понимается, неправильно толкуется, оно не ведет ко спасению. Может дальше? Да, идем дальше. Второй фессалоникийцам, третья глава, первый стих. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Толкование. Сам прежде молится о них, чтобы им утвердиться в вере. Теперь просит их молиться за него. Не о том просит, чтобы он не подвергался опасностям, ибо он на это обрек себя. Но о том, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось. Здесь просьба соединена с похвалой, как говорит и у вас, чтобы и все так же покорились ему, как и вы. Так апостол ничего не просит собственно себе, но всего Божьего. Вот ты волей-неволей ты и подумаешь об этих свидетелях Иеговы. Слово Божье, ну пусть оно в искаженном варианте. Это второй вопрос. Но однако они долгие годы брались и на дальний перевод и распространяли его. И никто так не распространял, как они, так ревностно. У них прям эта программа заведена. Если бы такая программа была у православных, лед бы тронулся бы, конечно, да еще если с истинным толкованием. А раз мы это забросили, все это, то видишь, она говорит, а мы гонимые, а вас когда гнали? И вот. Давай, брат. Насчет гонимые сейчас немножко поясню. В Писании так Господь говорит, я пришел к своим, он пришел к своим, его не приняли. То есть свои же не приняли. То есть гонение имеет подразумевать не только от внешних, но и от внутренних. Чем нас отличает, например, мы находимся в православной церкви, нас также гонят прямо внутри церкви. Их-то там никто между собой никого не гонит. Они только от внешних гонимые. То есть прямо по Писанию получается только мы. Ну как, например, наши общие, но там другие какие-то тоже гонимы от своих же. Они тоже в это место Писания могут вписаться. То есть здесь надо тоже немножко пояснить. Да, раз их гонят внешние, значит, а у нас стоит, дабы не пострадать, кто... Как вор и разбойник. Да, как вор и разбойник. Их как воров и разбойников гонят. Только какую статью к ним применяют? Экстремизм. А что такое экстремизм? К чему он ведет? Кто может объяснить? Терево. Экстремизм это крадикалы, это самое крайнее отклонение от истины. Экстремизм. И вот именно в такой форме экстремизм заключается в том, что они Христами признают за Бога. Это самое главное. Хороший человек, он просто пророк, он Сын Божий, но он не Бог. Вот это и есть экстремизм. На прямую путь. Как? На прямую путь. Да. Игорь Тихонович, вы знаете, за что власти гонят в свете Лейбову? По какой статье экстремизм? И что это такое? Они вот называют себя гонимами власти. Государство признало их как экстремистскую экстремистскую армию. Свидетелей Лейбова. Очень легко их брать, но только брать можем, а еще легче выпускать. Они абсолютно с детства учат не брать оружие. Значит, что, входят они в экстремистскую? Нет, конечно. Не брать, он умрет, на оружие в руки не возьмет. Да нам учиться такого у них надо в этом вопросе. Это подцеписцы на сто процентов. Мир между всеми. Но они все религии и православие объявляют сатанинскими религиями. И православие этого не терпит. А православие там, где президент. Ну и все. А в Америке я был, где-то в Нью-Йорке, там огромное здание, здорово, все. Это их главный штаб. Ну, стаража башни. Старжевая башня. Старжевая башня. Их никто там не гонит. Да, они лгут, лгут, переделывают Библию, называют Библией. Троицы нету. Христос, это Архамил Михаил просто превратился в Архамил Михаил, а Христос это одно и то же. То есть, у них такая бредня, там даже, слушайте еще, но перед государственным законом они невиновны. Они ничего не воруют. Хорошие семьи, хорошие труженики. Их только травят где, травят власти. На Украине их никто не трогает. Не трогают. В Германии, там где существует, как были они, так там и есть. Гитлер ничего не мог с ними сделать. Поэтому статью подбирать легко за неподчинение закону Яровому, допустим. Они снимают их с регистрации. А это очень легко их подогнать. Это даже говорить не надо. Там какие пункты где есть, не взяли на регистрацию. У нас с регистрации сняли детский лагерь, когда было. Сначала зарегистрировали. Власти нажали на их, органы сразу. Мы с регистрацией вас снимаем. А почему? Найти всегда можно что. Ты слышал такой разговор, когда, говорят, студенты юридического университета, учат. Вот тебе задача судить человека. Ну и что? Статью подбери. А как? Человек ходит, он встает, он с кем-то разговаривает. Вот столб стоит, не живой. Найди статью, чтобы его спилили сегодня. Он подумал, ну а что на столб сказать? Не знаешь. Слушай внимательно. Стоп. Ты еще провода протянул. За рубежем связь есть. Статья одна. Дальше. Пьешь непристыдно, непрерывно. А теперь и чашечки опрокинул кверху. У меня там чашечка-то хватает. И все, думай, тебя не узнали, что ли? А тебе воняет алкоголем, а там пьяницы оправляются все время рядом-то. Все, две статьи, сажай, спили столб. А ты человека не можешь осудить. Что смеешься-то? Их учат так. Когда меня судили, а Надежда Васильевна, где она, присно, вот она слышала там эти разговоры обо мне, что у меня нашли радиостанцию в 68-й школе в подвале связанной с Японией. Хоть бы как-то ближе маленько, а то с Японией. Их один милиционер и по улице распространял. Она там от того слышала, какие разговоры это были. Сейчас, не надо пока, ладно. Притом, я встретился с судьей Жемоедова, Нина Васильевна. Она говорит, я это все слышала там, говорит. Я знала, я говорю, каких людей вы берете, в чем они виноваты перед вами. Они нашли статью. Почему? А у меня собирались на дому. А вы молились? Нет, он в храм ходит. Ну, хоть так-то перекрестились? Ну, так, да. 142-я статья. Молились в незарегистрированном месте. Да какое место 12 квадратов-то? Статья. Эту статью найти ничего не стоит. Под любую можно подвести человека. Ты собак держишь, и тебя, может, даже не судить, прям сразу к стенке ставить. Тем более, твои собаки кого-то кусали. А собака склонна к бешенству. А это бешенство от тебя на нее перешло. Ну и все. Пропал. Загрызут тебя дети собаки. Подогнал. И тем более, в общественных местах ведешь на морде по коридору выскочит ребенок статья за статьей на него. А если по-хорошему, на никого не тронула собака, ничего-то у меня, на никого не кусила. Ну и соседи хорошие. На меня жалоб насчет собак не было. Самому только, чтобы собакой не быть. А свидетели Югова, я их знаю. Вот просто забыть о вере, просто жить в государстве лучше нет людей. Баптисты там кто принимает присягу, эти не один. За сто лет не один не пошел служить в армии. Не один. Можешь к стенке ставить, такая крепкая вера. И где неночная там учат. Вот бабка одна сидит дома, лучших проповедников не найдешь. Ну повторяю, 84 года. Она одна на пенсии. Только разошлись на работу где она внучку за руку и пошли. И пошла из-за двора во двор. А ей адрес есть. Вы хотите Библию изучать? А что такое? Она расскажет, она приведет. Они работают день и ночь. Сколько в Барнауле вот ходят по домам православные за сто лет во всем православном мире не ходили столько если нас выкинуть еще не считая. мы-то еще этим показали яговистам. Мы обошли только в окрестности 30 тысяч квартир. Мы православные яговисты. Свидетели Яговы. Хотя это разные наименования. Судить не за что повторяю. Но когда вышел нас там задержали в одном месте ну и уголовный розыск все это сидит мы сфотографировали это все. А нам сказали что вы свидетели Яговы. Они православные по рукам фотографируются я понял какой ужас что нас ждет власть безбожная обобравшая народ люди живут за гранью нищеты под 70% эта власть нас холит вот вам библиотека поезжать то есть они нас не боятся не знают а этих они знают нас задержали Севастьян как раз был за рулем и ну километров за 20 от города там развилка они не знали где мы уже сообщили куда мы едем так за нами документы забрали никуда не отвернешься я сказал Севастьян если куда-то в лес поведут гони прямо давим нет они подвезли прямо к отделу милиции ты же был как раз вот он вот такое дело и они нас отпустили похвалили и показали я в ужас пришел что нас ждет мы за это отвечать будем они их не считают своими а нас своих если тебя враг хвалит подумай какую глупость ты сделал что враг тебя хвалит власть более грабительская чем коммунисты пришла миллиарды перегнали в Израиль в Америку все 72 года работали выходных не давали все работали работали и раз встали ничего нигде нет ни страны нет ничего нет и все как была революция кто я делал теневой народ так и эту перестройку особенно хорошо тут был Березовский я обыкновенный чертежник чертежник получают 120 рублей а его в Америке уже избрали знали какой бессовестный будет давить душить я встал утром глянул а передо мной стоит там машина автобусы парки 850 машин уже все мои я сказочно богат и весь ваз на него работает там какой-то я могу название дать но смысл в этом он проснулся и сказочно богат так не бывает богатый как барабаш Игорь работает у него корова теперь теленок теперь от него вот так вот идет дальше вот вот у меня рядом живет Женя Долгов взял 4,5 гектара но раньше не давали пол гектара посадил у него выросло свекла он туда больше земли взял теперь 45 гектаров на третий год берет уже 450 еще год прошел он берет 4500 а сейчас у него 7600 гектар новые комбайны поехал подучился в Бразилию или где-то он к нам очень расположен и мне помогает голубям семечки дает и мало того еще бесплатно грейлер там разравнивает где-то ну хороший человек его только на весы надо поставить на эти сейчас смеется вот и есть ответ вот так богатеют богатеют за счет того что дед и прадед не проматывали а зарабатывали а в России как в один день миллиардер миллиардер долларов миллиарда ему нужен а Березовский говорит вот когда мы уже получили доллары теперь у нас между собой Гусинский другие стали кто больше теперь еще захватит кто Дрипаска там начали все ну и власти то возникли только на одного Гусинского он бежал отсюда и другие сидят и показывают лента транспортер и золотые монеты падает и падает и на реке Ледостап идет их можно брать да не возьмешь вздумали Квачкова посадить посадили а нашли только один арбалет враг государства полковник Гору так и сидит сейчас ну правда ему 5 лет скинули осталось 8 а ему 65 лет да какие ему он что-то убил кого-то нет он кого-то где-то ничего нет только одни слова были лишнее болтал давай-ка давай-ка 2 фессалкистом 3.2 и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей ибо не во всех вера толкование апостол говорит о тех которые возражали против его проповеди и враждовали против догматов веры каков был Александр Медник на это он намекнул сказав ибо не во всех вера то есть не все веруют но достойные подобно тому как если бы кто-нибудь сказал что не все удостаиваются служить в царском воинстве но только годные для этого он в то же время и ободряет их представляя им столько дерзновения пред Богом что молитва их может споспешистовать успеху проповеди самого учителя их незаметно дает разуметь и о причиненных ему опасностях со стороны тех которые противились слову и то имеет для них немалое утешение что Павел будучи столь высок все еще боролся с опасностями и комментарий Игнатий Алапкин возражали против проповеди апостола Павла внешне и это понятно но когда сегодня против проповеди согласной со словом Божьим с канонами вселенских и поместных соборов и с трудами святых отцов воюют православные священники и архипасты возражают против проповеди то на какой вершине мировой истории мы стоим вершине вершине так написано вершине версте два раза переспрашивайся равно а я чувствую не то слово говорит то на какой версте мировой истории мы стоим вершина вершины поднялись а вершина это вершина уже выше некуда вершина 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 я бы сказал на какой пропасть не выкручивается ты можешь это сделать только переиздай заново свое вершина как говорит лаврденький черниговский будет венчать на царство православный патриарх вот я в ужасе не говорит ли это о полном разложении самого ценного божественной соли предохраняющей мир от гниения Захария 13 6 ему скажут отчего же на руках у тебя рубцы и он ответит от того что меня били в доме любящих меня противодействие проповеди приравнивает сопротивлению духу святому сопротивление духу святому есть одна из четырех ступеней ведущей к хуле на духа святого деяние 751 жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь духу святому как отцы ваши так и вы противление противитесь это грех противитесь духу святому считает противление дальше это сказано не к безбожникам а глубоко верующим людям тем кто носит тем кто поносит проповедь кто противится ей сегодняшние противники проповеди в православных храмах есть духовные дети тех же палачей побивавших камнями чудного проповедника первоапостольской церкви иудеи как и сегодняшние обрядоверцы ненавистники живой духовной проповеди возражали против проповеди Стефана и апостола Павла если бы совершилось чудо в России по чечаянии и слово Божие заняло бы главное место в сознании всех православных верующих и эта проповедь зазвучала бы в первую очередь самгонов открыто и обличая пороки великих и малых и самых высоких правителей которые суть кривители тогда и возрожденная паства возносила бы к престолу благодати осознанные молитвы об успехе проповеди своих священников такая молитва их может споспешенствовать успеху проповеди их священников равнодушие отсутствие помощи со стороны народа в учительском деле пастыря глубоко печалили святителя златоуста не возлагайте всего на нас восклицает он неоднократно вы конечно овцы но не бессловесные разумные доколе нам беседовать с вами об этой жизни у апостолов так не бывало они всегда миновали тех учеников которые учились у них прежде оставляя их учителями других желающих учиться потому потому-то они могли обойти всю вселенную что не были привязаны к одному месту подумайте сколько нужно преподать учения братьям вашим по деревням и самим учителях их а вы держите меня приковав к себе потому что прежде чем хорошо будет построена голова не следует идти к прочим членам вы все возлагаете на нас тогда как только бы вам надлежало учиться у нас а женам вашим у вас детям тоже у вас напротив вы все оставляете нам от того-то и много труда пастырю а вот это что говорит вот это мусульмане все говорят они все это делают поэтому невозможно никак шевелить обычай их там принимать пытаются или полностью принимают или нет и они стараются выполнить даже не знают ничего он знает только вот это вот чтобы веру свою не покинуть и чтобы про веру их плохо не говорили а то они от евреев взяли и все двое выступили тогда стали говорить нарисовали их руководителя Мухаммада у него здесь голова как и фитиль горит то другое обоих убили во Франции в прошлом году кажется были или позапрошлом какая-то редакция там стала что-то публиковать редакция на улице у них все время охрана была расстреляли охрану ворвались туда и всю редакцию выхлестили всех до одного убили все больше нигде против не говорят а у нас хоть что говорили фильм поставили с Карреза искушение Христа пожалуйста насмешка что Христос там нехорошие дела с Марией Магдалиной все проглотили ничего нету нам не положено это делать не потому что мы хорошие христиане а потому что мы должны им свидетельствовать обращать к Богу а этого нету но нету и пришел ночью тайно религиозный талантливо религиозный похоже что Никодим то был как раз талантливо религиозным человеком потому что он знал всю свою религию народа своего от Бога данную а рождения свыше не было и ему Христос говорит должно родиться свыше и тогда пойдет он и на проповедь и тогда он пойдет и будет учить людей как Дух Святой православные любят крестные ходы а это не они изобрели это ариане они шли пели там все я он Златонус увидел видимо в окно вообще делают идут крестный ход показывают свою мощь ну как у фахельной шести у Гитлера было я Златонус говорю давайте такое же делать мы но только они идут сюда мы туда и встретились эти два потока но не могли разойтись началась драка кажется 7 человек сразу убили вот так тогда были другие нравы императора статуи свалили ну великое ли дело послала где люди собраться да на стадионе скачки так 500 человек идите убейте так они там не были даже где памятники ну а где их искать буду подряд рубить и все на начале он сидит и у него двое сына два сына в отпуск приехали в институте учатся где-то подошли к нему так какого сына отдаешь ну как какого ну сказано убить а то сейчас тебя зарежем мы оба дорогие ну у нас всех троих под нож православные христиане когда считаешь об этом думаешь да это же и изверги какие-то как это так можно было вот надо было при Аркадии это муж это был Евдоксий которая златоуст согнала им нужно было в храм войти их не пускали как мечами прорубили дорогу храм большой а народ плотно стоит а чтобы прийти можно было налево направо только мечи мелькают все прорубили дорогу царь идет молиться в храм и сколько пробили когда считаю еще не знаю 70 что ли зарезали прям в храме ну послали искать братья в долгих и кто послал патриарх Феофил Александрийский его племянник Кирилл Александрийский искать братья не нашли искать пустыню налево направо заходят а там в пещере пять человек вы слышали таких а кто такие скрываете мы не скрываем вырезали 10 тысяч монахов пустыни зарезали 10 тысяч это же в Сталинградскую битву и то на каждый день по 10 тысяч не хватило бы и это кто православный патриарх его даже не осудили какие были нравы так я хотел сказать взвесились для чего мы взвешивались следующее воскресенье слово будем взвешиваться вот и все первым на весы встану я кто взвешивался будьте здесь и будем взвешиваться так что все эти пельмени свои спрячь какие пельмени на годы обеда рыбные тоже не знаю варенники так нет я тебя наказывал насчет покупки все обсуждай какие именно марку нам марку дать денег не просим самый меньше чтобы денег было отдавать кроме того чтобы много энергии отдавала желательно может плитка чтобы открытая была спираль таких нету поищи нету еще не знаю Татьяна мне нашла где-то ты говоришь нету но она в городе это бабушкина бабушкина ну ладно сейчас нету таких второе фессалонкийцам 3.3 но верен не поколеблитесь и сохранит так что сатана не одолеет вас какая уверенность сатана не одолеет это такой опыт у него был далеко от нас в дверях можем и хвост защемить так готовьтесь эту неделю выходим на подвиг так брат Игорь у тебя получится и объяви войну от этой мамоне он у меня со мной передвиж сидел когда обратился один а у него такой пузырь я тебя мамона сокрушу сокрушу и у него вот такой он стоял вот такой вот живот был недели полторы прошло ничего нету у кого ничего нету он целыми днями плакал и ничего не ел ничего не ел в рот не брал и плакал и плакал самое простое я сказал ребенок берет у нас малину и поет святые божие святые крепкие он плачет до вечера отец Игнать а у меня дочки две какие они злые а у вас святые божие и опять слезами заливается помню директора редкий Владимир Прокопьевич кажется из Рубцовска ну чтобы не как Игорь Дубунов пастится одного барана едим второй привезли так и ты одну продал полная машина еще сливок прекратить это все соревнования объявляем дело не в поступке а то по Потеряевски то в погреб в бункер а потом подняли взвесили опять туда его пока до нужной кондитер это в газетах пишут в газетах он вообще до после не боится ты может потому не потеряю чтобы тебя не посадили в погреб а погреб у тебя хороший делали не вылезти с него бетонный там простые нет бетонный ну что я утеплю сегодня занятие еще 5 часов 6 часов а я уезжаю с Богом 2 Фессалоникийцам 3-4 мы уверены о вас в Господе что вы исполняете и будете исполнять то что мы вам повелеваем толкование после того как апостол помолился с Фессалоникийцам и сказал Бог верен и конечно совершит начатое в вас дело спасения но чтобы вы не подумали что все зависит только от Бога и потому не предались лености вот теперь требуют содействия и с их стороны как бы так говорят Бог верен и несомненно исполнит дело свое но при условии что и вы будете трудиться заметь мудрость апостола он не сказал просто уверенно о вас но в Господе то есть мы веруем человеколюбию Божию что оно исполнит вас силой чтобы показать им что все зависит от Бога и не просто сказал уверены в Господе но о вас и исполняете и будете исполнять дабы они все относя к Богу не стали ленивыми должно все возлагать на Бога но так чтобы и самим действовать не удовольствовался сказать исполняете но и прибавил будете исполнять показывая что мы должны до последнего издыхания ревновать о добродетели 2 фессалонкицам 3 5 Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова толкование опять молится за них показывая свое попечение о них так как он намеревался укорять некоторых из них то наперед умощает сердца их чтобы показать что он делает им наказ тот от многой любви и так сказал Господь да управит сердца ваши то есть сделает то чтобы они пошли по правильному пути и не уклонились с него ибо многое уклоняет от правого пути любви и лихаимства и тщеславия и скорби и искушения это и многое другое не дает нам идти к любви Божией и полюбить его как должно слова же терпения Христова или так понимаем чтобы нам терпеть как он терпел или так чтобы мы с терпением ожидали Христа и не отчаивались но твердо верили что он исполнит что обетовал сказав о терпении апостол намекнул на скорби сочетал с любовью и терпением потому что любовь Бога и значит все терпеть за него без ропота благодушно под Господом разумеет здесь духа как заметил Василий Великий второе вопрос есть наверное как-то сформировать так все же родиться свыше от кого зависит зависит от чего от нас самих и все как это Ян Кристик когда вышел на проповедь первое что он сказал он сказал исправьте путь Господу приемные сделать эстезии и дальше начинает впечатляться что для этого надо не вспомню по тексту всякий дол и низина наполнятся всякие гора и холм понизятся кривизны выпрямятся и неровности сделаются гладкими то есть если ты жил греховной жизнью ты должен жить добродетельно низина и дол это ты должен заполнить добродетелю выровнять гора и холм это гордыню свою принизить принять а кривизны и неровности это мысли свои свое яд бросить и тогда узрит всякая плоть спасения Божия тогда то есть подойти к таинству крещения вот именно уже готовым христианинам потому что печаль это крещение это печаль то есть ты исполняешь все что Господь повелевает а Бог в свою очередь тебя рождает свыше Он тебя меняет это называется рождение свыше ну так вот от одного моего желания недостаточно для того еще нужно Бог дает это по благодати и по милости Божией ну мы делаем то что от нас зависит что от вас зависит вы делаете все что от вас зависит пришли в церковь читайте Евангелие исполняете а Бог уже в свою очередь в зависимости от вашего старания усердия Он уже отвечает вам от стяжания от старания от старания ревности стяжание это уже конец в чем вы вот можете и Господь отвечает вам Духом Святым на ваше старание вот это и стяжание Духа Святого и талант вы свой развиваете в основном первую очередь это проповедь благовестие я сейчас поясню вопрос от сестры она задает вопрос о рождении свыше имея ввиду первую ступень например как этот Феофан Затворник говорил есть три вида благодати первое призывающее первое призывающее почему Господь говорит надо вам родиться свыше то есть вера ослышание ослышание от Слова Божия второе обращающее то есть вот эти первые две а третье это уже когда крещение происходит освещающее ты сейчас говоришь о конечной в результате именно крещение она имеет то начало к чему это нет от кого это происходит рождение свыше в начале я например услышал весь о Христе и покаялся то есть осознанно встал на колени у меня было рождение свыше не было я еще крещение не принял нет не было а благодать душ благодать призывающая освящая призывающая она уже сошла призывающая она сошла уже первую ступеньку мы вставили на нее так но Господь родится от воды и духа потом уже он сперва сказал надо ромниться вам свыше это Евангелие Атьяна 3 глава 3 стих а в 5 стихе он говорит от воды и духа уже потом это не может противоречь конечно не может но первая стадия это идет от воды и дух это благодать освящающая сходит во время крещения когда ты рождение слышишь происходят Это конечная уже стадия. Конечная, третья. Ещё добавить можно сюда? От воды и духа. Здесь имеется в виду... Он говорит, слушай, нет. Ну, хочу, что я нахальничаю, что. От воды и духа. Он имеет в виду ведь не только физическое свойство воды, что вот погружение, омытие. В беседе с Самарянкой он говорит о какой воде? О слове. Я говорю, даю вам такой. Ну как, она... Вода единственная... Не только. Здесь два свойства воды. И физическое то, что омытие должно произойти. Да, должно произойти. Я не отрицаю. Да, возможно, это нужно. Потому что это погружением омывается, умираем. Это, вот это, как сказать... Про образ смерти места. Да, это... Адамовская плоть. Она умирает. Вот эта вот принадлежность, вот наше причастие вот к этой плоти. Это греховный. Мы ее сбрасываем, эту греховную плоть, в водокрещение. Здесь физическое свойство то, что мы омылись. А духовное свойство он поясняет в словах Самарянкой у колодца. И он там воду сравнивает, не сравнивает, а он говорит о воде словесной. То есть родиться от слова. Я, говорит, вам даю, дам тебе, вам дам такую воду, которую вы будете пить, и не будете чувствовать жажды. Здесь имеется в виду не физическое свойство воды, а вот этот вот объем слова Божия, который, ну, как, принимает, может принять человек. Ты употребляешь слова, которых в Библии не имеет. Мы сходим, там плоть свою вроде оставляем, в священии. Будь очень осторожен. Тебя сразу в ересе обвиняют. Это Аполлинарий так говорил, еретик. О Христе, о его плоти, он поднимает руку. Будь очень осторожен. Бери на Иисус, как говорят, святые отцы. А когда сам Христос в Иордане крестился, там какие свойства были? И из воды вышел, а на него сошел Дух Святой. Сошел Дух Святой в еде голубя. И услышали глаз, что си Сын мой возлюбленный. Ну, это я понял. Нет, а какие свойства воды тогда там были? 737, Евангелие Теяна. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И что? Учлев от того потекут реки воды живой. И дальше. Сие сказал он о Духе Святом, который имели принять верующие. Сказал о Духе Святом. Дальше уже не надо ни с кровью, ни с чем сравнивать. Сие сказал он о Духе Святом. Евангелие Теяна 737. Все. А что Дух Святой? А Дух Святой открывает и рождение свыше, и отвержение себя. Как я жажду, когда сие совершится. Пока Духа нет, человек не понимает, делить имение надо. Господь сейчас бы разделил и показал, кто заработал. А кто меня ставил делить? Вот ко мне подошли и сказали разделить. Я думал, я бы стал делить. Я их знаю. У этого ребятишек сколько. Ему больше. У того брата меньше, ему меньше. Но надо навести порядок. А Господь ответил, кто меня поставил делить? Как хочешь, так и понимай. Павла, когда допрашивал, он как много сказал. А Христа отбрашивал, ничего не отвечал. И молчал. Пилат так, что дебился, а почему не отвечаешь? А Господь сказал, если я скажу, не поверите. Спрошу, не ответите. То есть мы должны брать пример, но нестандартно, не сходится. Павел поступал при допросах никак. Христос. Еще вопрос тогда сюда же задам. И тогда возникает вопрос, что, а можно иметь вот это рождение до крещения? До крещения. Вот может коснуться сердца так, что у тебя уже встреча вот эта произошла, и окрещения еще-то не было. И это подводит к окрещению. Это может такое быть? Подожди. Закончу я сначала. Можно я родиться свыше до крещения? Вопрос. Правильно? Да, вот может коснуться вот. А теперь слушай, тогда этот вопрос был задан там. Деяние апостола, 2 глава, 38 стих. Что нам делать мужик, братья? Петр отвечает, покайтесь, запятая. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христом для прощения грехов и получите до Святого Духа. То есть первое, покаяние. Второе, крещение. И третье, получение Духом Святым, помазание. Но когда он приходит к Корнилию, Бог переворачивает вот так вот наоборот. А они еще не крещен, а уже получили Духа Святого. И Петр на это и говорит, мог ли я препятствовать креститься, когда они получили так же, как мы, Духа Святого. Почему? Начало церкви. Для того, чтобы Петр не остался в неведении. Бог силен менять, но нам это не позволено. Тут надо знать, чего. Сам же Петр ответил, какой порядок, я показываю, три ступени. А тут наоборот. Он кается, Корнили, получает Духа Святого, а крещение вышло на третье место. Так? Да. Так, я тебя хотел спросить. Разреши? Разреши. Ты сказал, это вот гордыня. А чем отличается гордыня от гордости? Почему ты употребил такой существительной гордыни, а не гордость? Где-то ты слышал это или как? Нет, я бы имел в виду гордость. Моразис, а я свяжу гордость и гордыни? Есть, конечно. Христос где-нибудь говорил, что люди гордыня. Нет, гордость гордыня. А почему он говорил гордости? Так это говорит, гордыня это сатана. Ну правильно, от сатаны это все понятно. Но почему, когда говорится от сатаней, говорит, гордость твоя сбили тебя с пути? Именно от сатаней говорится гордость, а не гордыня. Так в чем дело? Вопрос понятен? Гордость и гордыня. Ты гордыня сказал, потому что сейчас сослышал, и знает, что слово гордыня это что-то побольше и уездит крепше. Глянь, смотри, вот это. А тут все понятно. Я когда стал так говорить в КГБ, они говорят, вам бы только у нас работать. Сидят, полковник. И говорят, только бы у нас работать. Я говорю, я близко даже к вам не подойду. И никто не говорил, а тогда был первый секретарь горкома партии, мне эти же слова говорили. Я говорю, да простые слова, что вы удивляетесь? И так понятно. Употребил гордыня. А почему? Не знаю. Я просто сказал, и все без знаний. Не просто. А слова, они имеют способность, как говорится, воплощать все. Как Григорий Ницкий говорит. Ты сказал, а слово, оно объемное, оно получилось. Теперь другое его хватает. Это понесет дальше твой сын, и дочку твою, и свою родную сестру, и будет уже говорить, гордыня в ней. Гордыня в ней. Почему она два горца сорвала, и ему ни одного не дала. Он везде будет лепить теперь это. За этого я гордыня, да? За горцом. Вам хочется узнать, где гордость, где гордыня, зарядите в поисковик, вы увидите. И разница есть. Получается, гордыня высшая степень гордости? Более. Ты меня не спрашивай, я тебя спрашиваю, потому что ты сказал. Сказал, а я не знаю, почему я так сказал. У меня ребятишки, а вот он матерился. Ну и что он матерился? И девчонки. И я слышал, он матерился. Ну я говорю, матерился, так давай. Я бы подотошел. Я говорю, ты не говоришь, а на, напиши, что ты как говорил. Он тогда написал матерок. А я сказал, я гомосексуалист. Гомосексуалист. Я говорю, что описывался он еще или еще? Нет. Гомосексуалист, ты никогда не догадаешься. Он написал печатными буквами в лагере. А ребятишки говорят, он матерился. Да это не матерок даже, это обозначение нехорошее. Я ему не стал объяснять. А то у меня один был такой. Я не воспитатель, а рабочий. Я говорю, ты знаешь, ты своди ребятишек в баню. И он им начал там все разъяснять. Я объясняю правильно, при том, что не надо сделать. Он давай им объяснять, что такое анонизм, там все такое. Я говорю, я тебя выгоню завтра отсюда же. Ты сумей по-другому как-то сказать. А он хлопает глазами, стоит. Ну, говори-то правильно. Ну, простота такая, хуже воровства, говорит, простота такая. Как сказать, как подойти, какой возраст, как посмотрят родители. Ты должен все это учитывать. Так что набирай себе компанию. Знаете, Тихонович, у меня обстоятельства так меняются, что я уже сейчас вот думала, как же это дальше-то будет, как мне-то вот не знаю еще как-то. И ты не знаешь, а я как знал? Бог знает. Бог знает. Я так и знаю, что Бог знает. Ну, кто-то ее знает, встречался? Да. Вот знает. Ну, я на работе работаю, выработка 300%. Я работаю, там две смены. Для чего, чтобы мне в следующей неделе те проценты растянули на неделю, а мне дали свободную. Я в лагерь, ее ставил старший. Я ей иду, ближе она на основке стоит с сумочками. Валя, ты как? Да ты же старший, а там у меня ребятишек, я знаю, человек 70. Всех бросено. А чего ж ты стоишь здесь? А они, ребятишки такие. Да какие они такие, ребятишки-то? Двукновенные дети. А они, безнравственные. А как ты узнала? А мимо палатки шла тогда, палатки были, ты услышала, что ты один другому говорил. И все. А ты кто такая? Ты-то кто такая? Ты знаешь, как можешь рассказать, как Евдокия сказала, супруга всего мира. Что, интересно? Да почему? Да проводница работала. И она нигде никогда не скрывала это. Я поэтому так и говорю это. Да как ты можешь так к ребенку прислать? Ты узнала, кто вызвал, узнал, знает или не знает. Говорит, если говорил, скажи ему, что впредь не говорил. Если он знает-то. У меня был такой, я каждый день его чесал крапивой. И поехал, уже не ругался. Мало того, так мало еще во Францию попал теперь там. О, куда живет я. Гордость и гордыня. Задание. Узнай, выпиши из Библии и дай объяснение. И впредь не употребляй слова, значения которых не совсем знаешь. Еще? Нормально. Так, еще и воскресенье, пойдем туда. В ту комнату, на веса. О гордости и гордыни еще можно спросить? Мы просто повторяем, мы уже привыкли к тому, что мы часто слышим такое слово в наш адрес. Именно в адрес нам. Но все-таки хоть вспоминаем. И никогда не говорят, что они гордые, а всегда говорят, они в гордыне и в тщеславии. И вот мы только и слышим гордыни и в прелести еще. Все сопрело там. И еще даже в прелести. А вообще-то я вот что-то сейчас сижу и припоминаю. Мне кажется, я гордыню в Библии нигде не видела, не встречала. Но мы-то еще состоим. Прах ты и прах возвратишься. У нас одна сестра приехала в одно село, пошла, а ее там не приняли. Ну она поехала домой, тогда вспомнила, что делать. Она на остановку стоит, и прах от ног ваших отрихает. Было? Было. Так и сделала. Молодец. Наверное, мы до конца стряхнули, что у нас... Там пыль стояла, наверное, до облаков. Думаю, что хорошо. Думаю, что хорошо. Да хорошо, если у них глаза рядом, чтобы по глазам пыль попала. А спрашивают, а при чем тут пыль? Я объясняю, как следует. Если, допустим, человек говорит, я там не был, у него обувь исследуют, и берут микроскопические вещества земли. А потом сравнивают та земля, где другая была. Там, где преступление было-то, а земля-то у него одна и та же. И вот мы тут были, и эта земля, которой мы пыль отрихаем, она была из Барнаула, а приехала в клочки. В клочки такой земли нету. Сейчас показывают одних. Двое их было. Надо оружие, они прям подряд убивают всех. Увидели, машина хорошая, а там мужчина приехал сжечь. Они сразу обоих зарезали, а ничего нигде не нашли, пошли дальше. Но оба были когда-то в спецназе в Чечне. Их милиция не может взять. Они уже определили, какой нож, в какое время. И так круг сужался, сужался, поезд, наконец, на одной воинской части сошелся. И вот они сделали себе тайник, где оружие там уже накапливали, оружие автоматы там, все. И им помог. Взяли с собой один в милиции, кажется, работал из охотников. И когда проходили мимо, он остановился так. Ребята, тут что-то неладно. А почему? Посмотрите вот туда дальше. Видите, земля там одна, а вот здесь земля другая. Эта земля более глубокая. Да вы что? Они стали потихоньку посмотреть-то и видели, как тут у них схрон именно в этом месте. Подвал. А они там натянули ниточки, и оба проходят издалека, был кто или не был. Но они спецназ, они все знают. Но они не подошли, не взяли. В конце концов взяли. Прямо показывать их, как допрашивают. Сколько они убили? Человек 16 зарезали. И убивали военных, которые на посту стоят. Как они к ним прибирались, подбирались. Вот я говорю, Володя, смотрим вот так, ролик стоит. Я говорю, а меня бы они не взяли. А почему? Ну вот этот Евгений, там Родионов где-то. Да они сидели там в избушке травили, 4 человека. Их взяли как тепленьких. Потому что они серьезно относятся. Я просто повторяю это дело. Как? Я начальник или кто там? Нас четверо выставили туда, пока светло. Так по одному, по разным сторонам, подальше, с автоматами. Выкапываете окопы. Все, чтобы там было. Вот когда ты в лесу, ты листы собираешь, чтобы мягко было лежать тебе. Так, лежите здесь. Как только появились чеченцы, один должен здесь, в будке. И они его схватили, а тех четырех сразу. Эти открыли бы такой шквальный огонь, бы тут машине мало не досталось. И все. У нас воинская часть была. Сеп называется. Мы первые знали про спутники в ракетных войсках. Я обошел все вокруг склады охранять. Проверил все пломбы. Проверил, какая еще это проволока. Навешал банок везде, чтобы загремели. Я слышал. Собачонку прикормил. Где видит, и там бурьян. В бурьяне выкопал себе как окопчик. То есть он не скрывался все. А знали, стреляют сто из ста. Как кто появится, говорит, сначала возраст стреляет. А зачем я буду обнаружить себе? Я сначала его скашу, а потом стрельну. Так ко мне, когда шли сменять вахту, так они издалека кричали. Свои идут, свои. И у меня никогда не было нарушения. Никогда. Первым делом еще при них я начинаю осматривать территорию. А серьезно относитесь-то. Они его взяли. А почему взяли-то? Почему не ты взял его в плен? Не надо списывать на другого. Виноват я. Вот тогда у тебя будет продвижение. И тренироваться надо. Я поступил в пожарную команду с братом, с родным, с Иосифом. Сейчас коротко скажу. Смотри. И пожарная команда не простая, а перевалочная нефтебаза международная. Там проверяют подковы есть, лопаты все луженые. Где вагоны вот это, бупера стукаются между ними, прокладки из этих, как вот кошмар, валенки. Не одна из края, иначе пожар будет. А там четырехэтажный макет здания. Ну мы еще там пока залезли. Сейчас ложатся отдыхать вечером. Мы с ним вдвоем выходим там лесенки, стремянки бросать, как узел завязать, чтобы человека опустить, он не задушился. Неделя прошла, мы в норму вошли. Вторая неделя мы стали на первом месте. Непрерывная тренировка. Когда Суворов брал там Измаил, где он был, он тренировал день и ночь. И когда солдаты пошли штурмовать город, они говорят, по стенам лезли, как будто по земле бежали. Когда вот там сидит гарнизон, а эти воюют, вот этих всегда, кто пытается взять, должно быть в пять-шесть раз больше. Десять раз сидят, тут шестьдесят. А у того было в шесть раз больше, чем у Суворова, он взял крепость. И когда крепость тот сдал, а гарнизон-то был в тысяч 70, он говорит, дурак, такую крепость сдал. Похвалил его. То есть ты в любом деле делаешь. Вот заметьте у нас книги. Первая, какая книга идет? Вторая, третья, тринадцатый том. Наконец в твердом переплете, с круглением. Черные на цветные фотографии пошли. Но все время улучшали. И последняя, завершающая, Новый Завет. Пожалуйста. В королевских библиотеках у президента Путина. Не просто ляпай на газетной бумаге. А ты открой, ты увидишь. Посмотри. От себя добавлю. Когда Суворов штурмовал Измаил, он четыре отряда пустил с разных сторон. Так вот, одним из отрядов командовал молодой лейтенант Кутузов, Михаил Илларионович. Так вот, еще идет бой на стенах. Еще до победы долго. И тут подбегает адъютант от Суворова. И Кутузов передает записку. Ты назначен комендантом Измаила. Он потом уже после боя спрашивает, как вы меня назначили-то? Еще бой идет. А я, говорит, не сомневался, что ты возьмешь из моего. Так вот, у меня еще вопрос. Насчет первого выстрела. Вы стоите на посту. На посту это не в засаде. Первый выстрел-то почему в воздух? Это предупредительный выстрел. Да у меня не в засаду никто. Это я сам придумал-то. Нет, ну это уже от себя. Поставили на пост. Надо первый выстрел в воздух. Потому что если первый выстрел на поражение, это тюрьма однозначно. Это не пост. Не пост. Это охрана большой территории. Но там можно свои правила выдумывать. Правила одни. Не допустить туда. Ракетные войска. А рядом тайга. Отгорожен участок от тайги. Я буду кому-то давать знать. Они вдавна на меня сразу пристрелят. Тайна. Моя задача подсечь его и сразу дать сигнал, чтобы воинское счастье дали подбогу. Они знали. Это у меня не было, но я их предупредил. И они шли издалека, уже кричали свои. Это экстремальное территорию. Валерий, я тебе рассказываю как. Нет, но я-то тоже знаю. Поэтому мне как-то немножко удивительно. Никто меня не судил бы за это дело. Я спас то, что мне доверили. Ну ладно. Это территория огражденная. Туда никто не должен попадать. А он лезет через решетку. Я должен его теперь предупреждать. Моя задача уничтожить врага и сохранить имущество. Нет, если уже через решетку, тогда да. А если он еще далеко. Да и кого далеко? Откуда далеко, когда я сижу в этой склады, которые под колючей проволокой. Сколько своих укокошили? Я говорю, сколько своих укокошили, прежде чем они узнали о ваших планах. Задача выполнить ее, отстоять. На вахту идти, дают после обеда ничего не делать. Ребята играют то-другое, чтобы ты отдохнул. Я сразу ложился спать, чтобы ночью глаз не сомкнуть. Мне государство доверило. И весь сказ. А то и вон там, Родионов голову отрезали. И когда раскопали, у него на шее крестик. Ну голову отрежут, какая шея-то? Ну дурью маются. Крестик ту куклу, голову отними и повешай крестик. Будет она держаться-то? И теперь он в земле был. Его тащили, сбросили и там крестик. Ну вранье сплошное. Канонизировать надо. Канонизировать никого не надо. Оставьте до суда. 1 Коринфянам 4-5. И работать надо на полную отдачу. А в Росте Медиаланский, когда умер, на его место поставили 6 епископов. Разбили на 6 епархий. И они едва-едва справлялись. А что он делал? Один. Вот для нас образец. А в Росте Медиаланский. А в Росте Медиаланский. Это Сережа Медиаланский. Ой, так все. А можно и разобрать? Игнатий, а почему вот у нас, у меня дедушка... Это тебе дали разрешение? Да. Дедушка, дедушка... Ну на книжке дать. Дедушку расстреляли. У меня он священником был. А дядю замучили. Тоже священником был. И их, его родители также замучили. Ну, дедушкина. Дедушкиных. Ближе слова не говорили. Конкретно что надо? А вот почему? Их же не канонизировали. Ну ладно, садись. Канонизируй их и все, молись. Да, им молиться. Я за них молюсь. Упокойтесь. Ну, ты чего задаешь на вопрос? В первую очередь, они были старообрядцы. У старообрядцев неизвестно, как он умер расстреляли. Ты что думаешь, там... А это я в интернете нашла о нем. В каком году и в каком году реабилитировали его? Ну, все, вопрос снятый. Нет, можешь молиться. Найти нужно еще этот труп. И что он еще и не гниет. И там еще... Мощи надо представить. Мощи-ка. Валяю, благодарю. За Кутузова. У Кутузова хорошее изречение. Наша, говорит, задача отсидеть и ждать. Как бы императора не побуждал, Бородинского сражения не было бы. Сохранил бы всех солдат. Мороз всех их перегубил. И когда трупы сейчас рассматривают, французы, у них и всех искривленный позвоночник. А почему? Награбили, все несли, говорит, сундуки на плечах, когда отступали. Ну, на одну сторону было. Их какие-то там госпиталя захватили. А когда двинулась за ними армия, их в окно со второго, говорит, этажа всех повыбрасывали. этих раненых солдат-французов. С вилами бабы встречали их. Вы знаете слово такое? Шаромышка-то. Почему называется? Когда они из леса-то заголодовали, там эти, разбрелась армия, то они выходили, говорит, шерами. Дорогой друг по-французски, шерами. А крестьяне говорят, вон она, шерамишка-то, выходит опять. Шерамишка. Ну, что было, давай. Нет еще носа. Ну, я как-то уже с французом это не связываю. Я просто, маленько пораньше, я хотела рассказать такой случай. Это вот о себе я хотела рассказать. Собралась я на Рождество, уже утром встала и думаю, пойти в окна. Меня же туда не пускают. Оделась и думаю, пирожки что ли взять с собой. Что-то же, почему я иду с пустыми руками? Вот я как подумала, что же я иду, а уже оделась. А что же делать-то, пирожков что ли взять? Вроде вернулась, я хотела пирожки. Да какие пирожки-то твои нужны кому? Ой, надо слово Божие взять с собой. Думаю, как мы ходили на благовестие, мы же что-то брали, там эти буклетки или что. Вернулась, сразу же беру листок бумаги и пишу плакатик. И у меня так вот мысли, вот этот стих, вот этот стих и вот этот стих написать. И вдруг сажусь писать. Нет, это все не годится. Беру Исаия, пророка Исаия, слова. Ибо родился, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычественный на раменах его и нарекут имя его чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Исаия 9,6. 9,6. Я это написала, где нужно красненьким вывела, где нужно синеньким, подчеркнула буковки так, чтобы было видно. И думаю, зачем я этот листочек, не знаю, зачем. Свернула еще темно, иду с этим листочком в руках ко храму. Прихожу, смотрю, не знала, я ничего там не видела еще, не знала даже, что там меня ожидает. Подхожу, там в снегу сделана такая пещера, эти гирлянды, елочки вот все, и внутри пещеры это младенец в яслих, вот эта вот картина. И я стояла вот так вот и думаю, я же не знала, что здесь, для чего я написала вот эти, я не знала, правда. Ну красиво написала. Ну как, на ходу написала, я говорю, красненьким там подвела, и это, что это Иса 96 подчеркнула, и жирненьким там, где обвела. Ну а ветерок такой был, и поземка такая, а это же внутри пещеры. Я туда зашла, посмотрела вот так, думаю, как же мне теперь закрепить. И под этой картиной-то ничего нету. И как раз вот именно вот эти слова, ведь я отбросила, те три стиха, которые я вообще-то мысленно скорее пробежалась, вот это, вот это вот сейчас напишу, а когда сажусь писать, нет, и это не гажается, это тоже. И Исаия, я взяла и записала Исаия, я взяла и вот так вот поставила туда этот плакатик маленький, ну лист вот, обыкновенный лист вот, стандартный. Закрепила его там елочкой с одной стороны, тут вот комочком снега, посмотрела, крепко стоит, вышла, помолилась, довольная собой, и ушла. поблагодарила, да не думала, что просто так ушла, а еще темно было. И целый день это стояло, но на следующее утро приходят люди на это, местные, на службу, там уже у нас служба. Я после них подошла, батюшке нашему позвонил, батюшка, вот так и так, вот такой случай был, я говорю, я прям даже об этом не думала, а вот он говорит, я говорю, ну я боюсь, что он там не устоит, этот плакатик, ведь свои же и заберут его оттуда. А батюшка говорит, ну может заберут, да прочитают хоть. Прихожу утром, смотрю, след туда свежий, поземочка идет, и видать, прям, вот уже прям дорожка вот туда, и нету. Правда, убрали, не знаю, кто он, и молчок, и больше, и я посмотрела, нету, все, правда. Надо было еще написать. И стала молиться, Господи, может они правду прочитают. Нина, когда дома будешь, вот что я говорила, припомни, а потом посмотри, что можно убрать. Сейчас у тебя повторы идут. Все убрают. Повторы, это расхолаживает. Все убрают. Карамзин написал 4 тома, кажется, и царю решил подарить. И царь спрашивает, мне это не прочитать, коротко скажи, о чем тут говорится? Воруют. Многое в немногих словах. Вот не дождешься, когда вот это на сиди, точно так же. Ты говори такие слова, без которых смысл непонятен. Но лишние повторы, вот это не надо. Не умеют найти. Это перекуси, потренируйся. Не умеют. Тогда не говори ничего, лучше молчать. Хорошо. Потому что общего результата, целых пяти минут, ничего и нет. Все, наверное? Шесть минут. Второй Фессалоникийцам 3,6. Завещаем же вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Толкование. Часто мы говорили, что завещанием Павел называет более строгое наставление. Так и в настоящем случае, делая более строгое наставление, он говорит, не мы повелеваем, но Христос, и во что я говорю, то Он говорит, а где Он нигде не заповедал предаваться без деятельности. То есть удаляться от всякого, кто живет бесчинно, то есть без дела, хотя бы то был богатый, или бедный, или святой. Ибо те, которые отказываются от полезных занятий, обыкновенно скоро впадают в празднословие и равнодушие. А это и есть бесчиние. Каким образом? Таким, что ничего не делает, тот выходит из порядка чина, положенного учителем. Поэтому апостол прибавляет следующее. Предание, которое я передал вам в своих поступках, соделавшись для вас образцом, ибо, собственно, это есть предание. Еще раз включай. Все, навали-ка и все. Еще раз толкование. Ну вот эти последние. Предание, которое я передал вам в своих поступках, сделавшись для вас образцом, ибо, собственно, это есть предание. То есть сама жизнь это и есть предание. Слова, поступки. То есть то, что говорили предание, то, что устно передавали, а теперь даже поступки являются преданием. Конечно, если его устная речь будет расходиться с его делами, кто же ему поверит? Если он проповедует не пить, а саму рот в вине, кто же ему поверит? Правильно? Поэтому и он говорит, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. То есть он себя постоянно ущемлял, укорял, работал над собой, как говорится, в первую очередь. Чтобы не было от внешних упреков, даже маленького нарекания и подозрения. Слово не расходили в стене. А у нас, посмотрят на фотографию батюшки, уже и в церковь неохота идти. Да что я к нему такому жирному пойду. Вот и все. Да. Я к Игнатию Тихоновичу, можно обращусь? Можно. Игнать Тихонович, мне сестра с севера позвонила. Кто? Сестра моя. Похорочке только. Да, и она сказала, что там, что там. Уже повторилась. Книжечка маленькая пришла. И мне, говорит, ее подарили. Я стала читать. Оказывается, про Игнатия Тихоновича. Там, и зачитывает мне. Я говорю, автор, кто? А она, говорит, автор, прочитала, что это ваш этот самый... Фаст. Да. Геннадий Фаст. Ну, еще он там. И он пишет, говорит, очень хорошо отзывается. Это и зачитала мне. Там, я говорю, так, ну и что это? Она, говорит, ну вот все вот привезли, говорит, на севере теперь вот такие книжечки нам всем раздали. Ну, один хорошо, другой плохо. Веса выравниваются. Она, она и довольная, что вот знакома с вами. Вот именно Великого нападали, и один прям в глаза ему уговорил. Он говорит, знаешь, все врут, да, один и правду сказал. Враги нам лучшие друзья. Никита, вот это заберешь. Что, Сергей, пожелай, молюсь. Достойная всякого истину, блажить Тебя, Богородицу, Песно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, И славнейшую, без сравнения, Серафин, Безысления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Знаете, Тихо, молитесь. Молитесь. Что, что, какие-то болицы. Нет, Натишо, давайте вы помолитесь. Старший, давайте. Валера, молись, да. Отец наш небесный, Великой Тебе благодарны за этот чудный воскресный день, Напоминание о Твоей победе над смертью над дьяволом. Если в чем мы погрешили в этих рассуждениях, Прости нас, Владыка Милосердный, Научи нас ожидать новой встречи с Тобой, И на предстоящей неделе благослови нас, Устремиться к Тебе всем умом и всем сердцем в любви, Дарованной Тобой через Духа Святого, И чтобы мы Пасху Твою встретили с радостью. Распусти нас миром, Посети болящих, одиноких, покинутых, плененных, Утешь их Твоим присутствием. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими нашу молитву, Господи, Воздиание рук, как жертву вечерней, Благоухание приятное перед престолом, Благодать Твоей, Владыка. Господи, соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитвы всех, Молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, Господи, О всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их и помилуй. И даруй духовное рождение патриарху, Епископам, священникам, И вразуми правителей, Сохрани их от покушения на них. Продли еще мир Твой на земле, дабы многие могли покаяться. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Возьми. Вот, 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 как ты осталась. Не я пошла. Все? Давай, давай. Выпочем. Дайте, как ты осталась.